Переступив порог квартиры на окраине Еревана, сразу в нос ударил букет разных запахов. Все потому, что молодой армянский парфюмер Цоваго Сканян превратил свое жилье в небольшую лабораторию для проведения экспериментов и исследований. Методом пробы и ошибок, основываясь исключительно на свои личные ощущения и восприятия запахов, он создавал новые ароматы. Сегодня, спустя 4 года кропотливой работы, его творения представлены на полках космотеки. Сети магазинов нишевой косметики и парфюмерии со всего мира, а с недавних пор их можно увидеть в знаменитом французском парфюмерном доме Джовой. Мы решили встретиться с автором духов и узнать о том, как все начиналось и о том, как все продолжается. Запахи, то есть ароматы, мне вдохновили с самого детства. Когда я был маленьким, 10-летним ребенком, тогда мы жили в деревне, я тогда уже интересовался растениями. Собирал ароматные растения, сжимал сок из них и как-то хотел получить какой-то аромат. Мать-математик, отец физики-математик по образованию. Любовь к растениям ему привила бабушка, учительница по биологии. Будучи во взрослом возрасте, наш герой поступил в Армянский государственный экономический университет на специальность экономист. Однако после его окончания желание создавать ароматы взяло верх. После университета я хотел устроиться на работу и мне больше всего было по душе производство. Поэтому начал заниматься парфюмерией, изучал, как дистиллировать зефирные масла, потом из них как составить композицию, сделать парфюм и заниматься производством духов. В этом непростом деле поворотным моментом в судьбе нашего героя стала встреча с Рубеном Бунятианом, бывшим научным сотрудником института проблем гидропоники Национальной академии наук Армении, который научил его выращивать растения и получать эфирные масла. Мой старший товарищ, мой учитель, Рубен Бунятиан. Я постепенно начинаю сделать опыты, дистиллировать эфирные масла. Сначала там была колба пятилитровая, потом кастрюля медная, потом уже построили дистиллиатор. То есть постепенно я уже изучал, что нужно для производства и как это организовать. Для осуществления своей мечты наш герой полностью погрузился в работу, делал опыты и искал невыданное сочетание разных эфирных масел. В итоге, после долгих трудов, родился новый аромат, который получил название «По ту сторону добра и зла» под наименному произведению немецкого мыслителя Фридриха Ницше. Четыре года я себя изолировал из парфюмерного мира. Не хотел, чтобы на меня действовали какие-то впечатления. Я не читал какие-то книжки, не хотел знать какие-то долги, что с чем совместимо, что нет, как сделать букет. Я хотел, чтобы это было изнутри. То есть то, что я чувствовал, я хотел это кристаллизировать на ароматах. И в изолировании парфюмерного мира я сделал свой первый аромат по ту сторону добра и зла. Все, что делается из любви, совершается всегда по ту сторону добра и зла. Это выражение великого немецкого философа в точности отражало то, что делал наш герой. Следующие свои ароматы он назвал «Странники его тень» и «Эксце-хомо», также в честь трилогии Фридриха Ницше. Ароматы принципиально отличаются только оттенками, а вообще у них каркас одинаковый. То есть там есть почерк, это трилогия, они и похожи на друг друга, и отличаются некими оттенками. От Ницше я взял всего лишь заголовки произведения, а сам поставил туда свой концерт, свои философии. Первое произведение – это по ту сторону добра и зла, когда аромат выходит из человека, то есть человек рождается. Странники его тень – это странник, человек, который хочет познать мир, а тень – это параллельно запаху. Тень тоже, как и запах, нельзя удержать. Он следует с человеком в пути. И то есть человек рождается, человек хочет познать, он путешествует и приходит к самому себе. «Эксце-хомо» – это вот человек, самопознание. И круг закрывается таким образом. В 2018 году наш герой решил создать парфюмерный бренд «Восконям Парфюмс». Специально для его продукции были сделаны флаконы из вулканического стекла «Опсидиан». Так как мои духи первая коллекция были 100% натуральны, то есть все артизанально из натуральных ингредиентов, я думал, что соответствующее этому концепту было бы, если бы у меня был и флакон натурального происхождения. Поэтому я взял для этого «Опсидиан». И это было очень трудно, потому что «Опсидиан» – камень довольно хрупкий, и из него сделать флакон, то есть полировать – это было нереально трудно и нереально дорого. Но для нашего героя нет ничего сложного и невыполнимого. Вскоре нашлись мастера, которые смогли воплотить в реальность его замысел. После для молодого парфюмера открылись двери космотеки – известного магазина авторской парфюмерии и косметики. Затем он стал участником авторитетных и популярных парфюмерных выставок в Италии, на одной из которых и познакомился с Франсуа Эненом – владельцем бутиков низших ароматов Джо Вой в Париже. По мнению нашего героя, в его успехе есть доля везения, но самое главное – это трудолюбие. Я думаю, что если человек что-то любит, если человек работает и хорошо работает, то что-то получится от этого обязательно. И я думаю, что я получил ни меньше, ни больше, чем я работал. Помимо производства духов, наш герой занимается любительской астрономией. Является членом общественной организации Будда и Гиджо, которая проводит астронаблюдения в городе. Вместе с тем работает бюроканская обсерватория. Сейчас он также трудится на диссертации на тему образования технологических цепочек на мировом рынке парфюмерий и думает о создании новой линии духов. Мы встретились с ним в тот момент, когда он пополнял свой арсенал ароматов. Альфа-ионон – это молекула, которую можно обнаружить в составе эфирного масла корней ириса. Это выделяется, когда его созревает в течение нескольких лет. Обычно это 3-4 года, когда корень ириса подсушит и созревает, образуется эфирное масло, богатое иононами и иронами. Здесь альфа-ионон натурального происхождения, который... Это что-то... Один из моих любимых ароматов. У меня, помимо многих покупных масел, в том числе синтетических, есть масло своего производства. То есть масло, которое я сам сделал, дистиллировал, получал некоторые абсолюты. Есть некоторые растения, которые не только собираются из дикой природы, и то и выращивают. Например, здесь есть... Это котовник. Выращивал его сам. Это редкий сорт котовника. Называется котовник закавказский. Это аромат как-то похожий на герань, на розу и с некоторым цитрусовым и горьким оттенком. Здесь есть ладан. Ладан я дистиллировал из смолы ладана. Я очень люблю его и много использую. В моих ароматах обычно ладан присутствует. Мои возможности ограничены. То есть я могу дистиллировать то, что растет в Армении. А есть много ингредиентов, много материалов, которые я не могу сам сделать. И сейчас уже изолировать себя от этого всего парфюмерного мира не собираюсь уже. После изучения парфюмерных композиций мыровых производителей, наш герой приступит к созданию новых ароматов, более доступных по цене и с добавлением синтетических ингредиентов. Асми Карапетян специально для НУЗАЕМ.